Доброго вечера всем вам в эфире многосерийный проект о живых людях, знаменитых и не очень историй которых основательно вплетены в историю страны. Судьба человека в современном прочтении нашего человека. Сегодня история загадка о войнах 106-й кавалерийской дивизии. Почему ее трагической гибели помнят только в Украине? Кто заставил сжечь все военкоматорские архивы? И при чем тут Хрущев? Вопросов, походу, будет более чем, но ключевой в этой серии такой. Почему народ помнит подвиги наших дедов, а чиновники обычно только ближе к майским праздникам? А так только в виде исключения, когда сверху пример убедительный увидят, а лучше волю. Без нее на местечковом уровне мало что спорится. Почему так? Эта история начинается, как и тысячи. Миллионы подобных историй начала войны. Отец ушел на фронт, когда Шамшибане Куандыковой было всего пять лет. Призвали служить в кавалерию, но и коня везти с собой надо было своего. И вместо военной амуниции тогда на передовую выезжали прямо в штатском. Детей в семье тогда было трое, а мать была беременна четвертым ребенком, которого отец семейства так никогда и не увидел. И что же с последнего письма я поняла, хорошо это я запомнила, что вот завтра мы вступаем в бой, но мы голодные. Вот это мне слово за душу легло, человек идет воевать, и у него куска хлеба нет за пазухой. Оказывается, когда они попали в окружение, а босс отстал, и они действительно несколько дней были голодны. Вот это было папино последнее письмо. И все. Никакой информации об отце больше не было. И семья ждала его живым с фронта вплоть до 1948 года, когда уже самой Москвы прислали ответ на запрос все с той же щемящей души формулировкой «пропал без вести». А где пропал и при каких обстоятельствах стало длинной загадкой сразу четырех поколений семьи Хасеновых. То есть вы всю жизнь пронесли в себе вот это желание найти отца. Желание узнать. Прожили с этим и вы, и мама лошадь. И мама наша, моя мама в возрасте 52 лет умерла, она с этой ношей так и ушла на тот свет, не получив ничего. Вот была война, ну погибли люди, ну что, ну что, было трудно написать. Ваш муж погиб там-то, там-то, героически. Пусть не награждают, но это весь ведь так для нее дорого было. Это, по сути же, единственное место, где есть вот хотя бы там литка, хоть как-то выбито. Имя его здесь упоминается, и поэтому я сюда почти хожу, как на могилку. Потому что единственное место, которое находится здесь, память о моем отце. Это единственное место, где имя солдата Тимурбулата Хасенова хоть как-то упоминается. Но только сухие данные. Призван на фронт рядовым кавалеристам. Но в какую дивизию, где конкретно погиб, данных никаких нет. Когда поискали по военкомату, оказалось, что он призывник данного района. Теперь он, его имя здесь, Хасенов Тимурбулат. Вот его имя записано здесь. Говорю, как на могилку ходишь. Единственное такое место, где записано его имя. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что приехала. И все время мы без ответа не были. Один ответ пропал без вести. То есть по всем документам, по всем архивам выходило так, что пропал? По всем документам он шел как без вести пропавший. Но вы все равно продолжали писать. А мы все-таки надеялись, продолжали писать, продолжали искать. И вот лет пять тому назад каким-то чудом внучка по интернету нашла. 70 лет искали, да? Да, да. Писали письма, прислали какие-то ответы, что без вести пропал. И вдруг появился интернет, и ваша уже внучка получается. Да, и от 106-й дивизии как раз разговор пошел, что теперь уже рассекретили. Внучка нашла. Внучка нашла. Поискать информацию о своем прадеде Гаухар попросила ее мама Куляш, старшая дочь Амшбаны Куандыковой. Письменные запросы не давали никакого результата 60 лет к ряду. А потому девушка решила искать прадеда в другом месте, в интернете. Но для работы в поисковике у правнучки кавалериста было только его имя. Тимирбулат Хасенов. На самом деле я особо не надеялась, что будет какой-то результат. Думаю, раз за столько лет не нашел, практически 60 лет прошло с лишним. Если за это время никаких данных нет, ну, решила попробовать. И сразу, как я уже сказала, появились результаты. На поиски прадеда в интернете Гаухар потратила две недели. Собрать удалось немного, но даже эта информация стала для семьи Тимирбулатовых бесценной. По обрывкам данных удалось установить, что прадед ушел на войну в составе 106-й кавалерийской дивизии. И ушел сразу на Украинский фронт защищать Харьков. Там и погиб. Но самым сложным для Куляш было даже не найти данные, а рассказать о них бабушке Шамшибане. С одной стороны, ты надеешься найти, а с другой стороны, ты страшишься какой-то определенности. И, наверное, она все эти годы верила, что, возможно, он жив, может быть, забыл или контужен, или еще что-то. А когда уже стало известно, что вот эта 106-я кавалерийская дивизия практически вся была погребена под Харьковом, то, конечно, уже тут надеяться было не на что. А с другой стороны, я думаю, что ей очень хотелось узнать о том, все-таки, какой у него был конец. Однако даже в интернете найти полную информацию о загадочной гибели 106-й кавалерийской оказалось невозможно. Нет там таких сведений. Нигде нет. Все письменные запросы при советской власти и сейчас остаются без ответов. Ну вот у нас вот как-то так. У нас музей не такой большой, 14 залов. И поэтому вот все, что возможно, мы поместили здесь. Экспозиция посвящена воинам североказахстанцам, участникам Великой Отечественной войны. С нашей области ушло огромное количество человек, 74 тысячи североказахстанцев. Вернулось, к сожалению, не так много, всего около 30 тысяч человек. Местные краеведы неохотно делятся с частными лицами своими архивными закромами. Поэтому Шамшибана Куандыкова просит съемочную группу сопровождать ее в Петропавловский музей. Просто вопросы позадавать в нашем присутствии. Прием сработал, но беседа сразу превратилась в былиц-опрос. В Петропавловске у нас была сформирована 314-я стрелковая дивизия. Где она воевала? Воевала она на Ленинградском фронте. Понятно. А что вы знаете о кавалерии? Ну вот, к сожалению, я вам уже говорила, что музей не располагает данными именно о стушке. Вообще ничего нет у вас, да? Да. Именно о 106-й кавалерийской дивизии. Значит, военкомат и архив вам ничего о них не дают? Да. Но, наверное, на это есть какие-нибудь постановления, либо законодательства о засекречивании именно этих данных. Поэтому, скорее всего, информации такая о музее не предоставляла. Даже спустя 64-м? Скорее всего, должна была быть какая-то ситуация, которая вот и спровоцировала то, что эти данные до сих пор, наверное, не рассекречены. Ну, в сейфе много что хранится. Ну, вот как бы есть одна книга, которую я здесь, как ее получу, я стараюсь ее хранить в сейфе, потому что она одна. Ну, это «Фронтовая судьба солдата» из серии «Золотой фонд Отечества», автор Майдан Кусаинов. И в этой книге я нашел сведения про своего деда. В руках у сына Шамшибаны Куандыковой книга, напечатанная в ограниченном экземпляре. А потому этот свой, Ануар Шейхиден, предпочитает хранить в сейфе круглосуточно. И не специально для телекамер. Эта книга – еще один источник хоть какой-то информации о трагической гибели 106-й кавалерийской дивизии. Информации мало, но главное – она есть. Это толчок был к тому, чтобы поехать на Украину, посмотреть, где воевал 106-й кавалерийская дивизия, где воевал наш дед. И уже там мы, в принципе, на все свои вопросы мы нашли ответ. На все вопросы нашли ответы, да? Ну, касательно судьбы нашего деда, да. Ну, вы знаете, у танка две гусеницы. И чтобы просто их заблокировать, один всадник вместе с лошадью падал под одну гусеницу, другой всадник под другую. Ну, и, соответственно, когда вот это все месиво попадало в гусеницу, танк становился неуправляемый. Вот они так останавливали фашистские танки. Семья Хасеновых решила ехать в Харьков на место гибели 106-й дивизии. Могилы деда не нашли. Нашли братские захоронения по росшей лесам. Там и прочли заупокойную. А еще нашли Макку Каражанову – девушку-казашку, которая давно живет на Харьковщине и все эти годы самостоятельно собирает сведения о казахстанцах, погибших в Великой Отечественной. Мака Каражанова, в общем, она, это стержень, вот эта вся история, это она, казахская девушка, которая сегодня живет в Харькове и которая по крупистам собирает историю не только о 106-й дивизии, а вообще и обо всех дивизиях, соединениях с Казахстаном, которые там принимали участие в боевых действиях. И она мне конкретно сказала, что вот меня уже представили к награде именно за то, что она дала толчок. Она начала искать эту 106-ю дивизию. И инициатором вот этого награждения – это был наш президент. Я понял одно, что пока у нас президент во что-то не вмешается, трудно будет ожидать какого-то позитивного результата. Вы тремя поколениями, да, ваша мама, потом внучка, все-таки нашли в интернете. Нашли, да. Ну а как вы поверили этой информации? То есть вы столько лет искали, нашли чего-то там в интернете, поверили и поехали на Украину. Вот эта девушка, она по какому они стали, принципу работали? Они работали, значит, узнали, кто там в концлагерь попал, узнали, кто живой. Значит, тех, кого нет нигде, это значит, они там погибли. Вот они с какой точки работали. У нее прям цель вот по 6-й дивизии. Да, 6-й. Вот она сейчас досконально занимается 6-й дивизией. Притом не она одна. Если информации нет, если архивы сожгли, они по крупицам как-то собираются? Они по крупицам, встречаются с людьми. Она говорит, ну как это так можно? Они же здесь родились. Это ихняя родина. Отсюда они были призваны. Они эту родину защищали. А почему родина молчит? Почему не ищет своих героев? Наша родина. Наша родина, Казахстан. Они же ведь не пустили сюда немцев. Ведь на землю Казахстана они не дошли, потому что от того, что их там задержали. Вот это почему не поймут, говорят, казахи? Почему они не ищут своих героев? Все ищут национальную идею. Она вот здесь, в памяти нашей. А вот она где? Вот где патриотизм. Пожалуйста, ты не говори, что он будет патриотом. А покажи, каким должен быть патриот. Это хранящие? Это хранящие, хранящие у нас документы. Вот такие стеллажи у нас вышли. Это семиэтажные здания. Первый этаж административный. И дальше всех они ищут. Городскому архиву Петропавловска уже 90 лет. Вот тут точно найдется хоть что-то о кавалеристах. 106-й надеялась семья. Но о загадочной 106-й и на этих пыльных полках ничего нет. Даже воспоминаний и мемуаров. Ничего. А что-то есть у вас по 106-й дивизии? 106-й дивизии пока у нас не было. Хермансовет давно нет. А вообще никакой? Никакого нет. И не слышали ничего, не да? Первый раз слышали. Первый раз слышали. Канули просто в воду они. Как будто они не родились, не были, не воевали, не погибали. Когда вся дивизия погибла под Харьковом. Вся дивизия. И мы ничего о ней не знаем. Позор. Есть твои соображения? Почему закрыта информация? Ну, потому что, я думаю, ошибка тех руководителей. Они неправильно фронт открыли. Предупреждали их, что не надо там фронт открывать. Силы там малы. Но тут Хрущеву захотелось защитить свою родину. И открыл этот фронт. Открыл фронт. Уничтожил десяток дивизий. Так уже не подхватили. Там мы были, я нынче ездила. Очевидцы рассказывают, что поля были усыпаны тропами лошадей и людей. Поставили их против танка безоруженных этих конников. Еще убедили. Говорят, да у них танки деревянные. Полегли. А что сказали? Убили десяток дивизий под Харьковом. Ну и что? Закопайте их в братские могилы по 700-800 человек. А поле, где боишник, что было пролито кровью, распашите и посадите деревья. Вот так Хрущев приказал. И это было сделано. А этот человек один из немногих в области, кто собирает данные о героях североказахстанцах системно. Уже 22 тома фамилии опубликовали. И продолжают собирать. Вот показывает улицу, названную в честь героев легендарной 314-й дивизии. Слова о которой известны каждому местному школьнику. Но 106-я – это особая загадка военной истории. Почему так много информации про 314-ю дивизию, славную дивизию? И совсем нет информации про 106-ю, которая, понятно, в Акмолинске формировалась. Но на 80% состоит из солдат состояло, которые были призваны именно в североказахстанской области. Ну, про 106-ю дивизию у нас в области информации почти нет. Потому что она была организована в Акмолинской области и в Кокчетавской бывшей. Поэтому у нас, можно сказать, нет таких данных по этой дивизии. Но вы что-то слышали? Вы же собирали информацию. Слышали, что есть такая дивизия. Была она, значит, дивизия прошла славный путь. Но о людях дивизии, кто командовал этой дивизией, у нас таких данных нет. Был приказ министра обороны, чтобы уничтожить то определенное количество, значит, учетных данных. Уничтожить что значит? Ну, сжечь просто, сжечь. То есть вы знали, что отец служил в 106-й дивизии. Информация закрыта. Вообще засекречена была до 2005 года. Засекречена, засекречена. Нас засекли. Потом стала появляться, но, оказывается, выяснилось, что и после рассекречивания этих документов... Не все, их нету. Но только я много узнала вот именно на Украине. Они мне глаза открыли. Они таки говорят, как говорят ваши азиаты, не говорят там Казах или еще кто-то. Как говорят азиаты, говорят, они же нам жизнь спасли. Мы, говорят, так благодарны азиатам, говорят, они так сражались. И самое главное, что гитлеровский генерал говорит, если бы мои солдаты сражались, как вот эти черные, мы бы давно Россию завоевали. Вы понимаете, враги признали, какие они солдаты, как они воевали, но зато мы их не признаем. Для нас они нет, не герои. Отцов, дедов стали забывать. Нет, не вспоминаем. Не вспоминаем. Живем одним днем. А что потом, будущее поколение, разве нам это простит? Не простит. Почему народ, семьи некоторые, вот ваша семья, да, вот так по крупицам, поштучно, ищут свои? Ищут, ищут. И очень много ищут. А власть не помогает? Нет, не помогает нисколько. Почему-то нашим чиновникам надо обязательно, чтобы их подталкивали. Но есть же люди, которые непосредственно этим занимаются. Есть у нас же министр, есть у нас военкоматы, которые должны были этим заниматься. Почему они молчат? Это же их не работа. Почему про своих героев, родину, они здесь родились, здесь работали. Они наши граждане, они их призвали, они их туда послали и забыли. Вот обидно, как будто их на свете не было. Вот в чем дело. Тысячи людей на свет не родились и не было, улетели. Почему так относятся к этому, скажите? Это безалаберное отношение нашего руководства. Они только могут работать из-под палки. Вот если президент нацелит, они начнут шевелиться. А что ты сам сидишь, зарплату ты получаешь, что это твоя непосредственная работа. Почему он сам не делает? Где его идеи? Инициатива. Инициатива, где его? Ты же должен оправдать то, что тебя народ кормит. Его же народ кормит. Но при желании все можно найти. Они все это прикрыли, народу не дают, корреспондентам не дают и сами ничего не делают. Погибли, ну и пусть гибнут. Сейчас нам хорошо, мы можем деньги воровать, можем дворцы покупать за границей, замки покупать можем. Плевать мы на них хотели, что они там умерли. Вот какое прям отношение, понимаете, вот этих вот наших чиновников. Наверное, опять нужно поганало. Кто-то должен или президент им опять крикнуть, сказать, давайте делайте, или еще кто-то. Ну это разве дело? Ну это же не дело, когда каждый сам свое дело не делает. Почему он должен из-под палки делать? Это святая его обязанность. А что вам удалось найти? Ну, вся информация, которая в интернете есть, исторические данные, то есть когда была сформирована судьба дивизии по архивным документам. Заместитель Акима области Фархад Куанганова 106-й кавалерийской дивизии узнал от нашей съемочной группы. Пока ехали к нему, успел погуглить и сам был откровенно удивлен масштабу и секретности подвига. Меня трагизм поразил. Трагизм, характерный для начала войны. Когда бросали под танки целых дивизий, управленческие ошибки, которые были, они всегда есть. Но в начале войны они обходились очень дорогой ценой. Неправильно все списывать на какого-то одного человека. Да, понятно. Разгильдейства хватало на всех уровнях. И оно особенно явным было в начале войны. Вообще очень интересно, вот вы чиновник современный, а проразгильдейство говорите, вот чиновников того времени, по сути. Оно всегда есть. Претензии о пассивности в деле поиска героев войны в Экимате местном не признают. Из заботы о ветеранах настаивают, в области все в порядке. Да, говорят, с деньгами для поисковых отрядов бюджет сильно скромничает. Но дело же не в деньгах. Почему государство не может целенаправленно помочь? Допустим, если это северо-государственские воины. Государство помочь может. Но не хочет или хочет? Сейчас государство достаточно эффективно, чтобы оказывать поддержку не только в этом. Но посмотрите, может, но не помогает. Я хочу сказать, что это прежде всего нужно людям, нужно обществу. Это дело делается не ради денег, а по потребности души. И говорить о том, что это исключительно обязанность государства, это неправильно. То, что сегодня не очень много данных именно по 6-й кавалерийской дивизии, это не признак отсутствия этих данных. Они есть, просто их нужно дополнительно собрать. То есть можно собрать без проблем. С 2005 года открыли данные. Потребует определенного времени. Просто нужно немножко пошевелиться. Да, дело ни одного дня, ни недели. Да, понятно. Ну так с 2005 года, слава богу, 13 на дворе. За 8 лет можно было что-то собрать. Ну, причины я вам объяснил. Просто эти данные есть. Я думаю, что при следующей нашей встрече мы эти данные уже более развернуты и детально обсудим. А это тот самый автор книги, которую Ануар Шейхиден бережно хранит в рабочем сейфе. Майдан Кусаинов, пожалуй, самый известный в нашей стране командир поискового отряда, который каждую весну и лето снаряжает отряды и уезжает прочесывать поля сражений. Изучив российские, украинские и белорусские архивы, он теперь наверняка знает, почему по казахстанской 106-й дивизии. Сведения есть только в мемуарах немецких генералов. У немцев нашел у Клейста, нашел у Фонбока, кто как раз окружал и громил наши войска. То есть мы шли через архивы вермахта, получается? В мемуарах нашел. То есть в Минцево 106-ю, по сути, знает больше информации, чем у нас. Да, больше информации обо всем окружении у них я нашел гораздо больше, чем я предполагал. И я потом понял, что не может быть никаких документов, потому что она попалась в окружение. Как раз в то время, когда она отсюда выехала, она попала из корабля на бал. Сразу в пекло сражений. И сразу же через три дня вся 6-я армия, в составе которой она была, попала в окружение. И вот они за 18 дней прошли триумф победителей и от прорыва с окружения. 19 дней жила дивизия, да? 18 дней. 18 дней. 18 дней. При прорыве у деревни Лазовенька фактически почти все погибли. А дивизия та, 106-я, формировалась как национальная гвардия, то есть лучшие из лучших. Как было сказано в приказе, призывать, невзирая на должности и звания. Там и портработники были, и военкомы, и начальники милиции. Винтовок всего было около 102 винтовки на 4200 человек. Винтовок не было, только не сабли. 102 винтовки на 4200 человек. Действительно, они шли на прорыв, именно кольца окружения, только с саблями. Наши кавалеристы. Потому что надо было выходить. Три танки там, и все было. Понятно. Потому что выхода не было, надо было прорываться. Эти, говорит, вообще с саблями, говорит, там рычали, кричали, и, говорит, даже когда в плен хотели взять, они резали, и, говорит, все, и себя, говорит, как хорейкири, говорит, прям видели, сами силы убивали. Поэтому это были сирепые, насчет всего были, и отважные, и, в общем-то, очень высокого духа были. Скажите, что бы вы могли, не знаю, посоветовать или, может быть, попросить у современного поколения, вот у молодых людей? Я у современного. У людей возраста ваших внуков, да? Да, я бы у поколения попросила, давайте, если наше правительство такое беспомощное, такое нищее, давайте хоть мы откроем фонд и соберем деньги. Всем миром такой, да? Всем миром, да. Пусть даже кто-то участник, кто-то не участник, но всем миром, у многих же погибли там, пусть не в 6-й, в другой дивизии погибли. Все равно очень много людей, которые не знают, где их родители остались. Вот у нас из казахов есть такая поговорка по-казахски, значит, «Эль риза волмай, тарубай мать». Вот если предки недовольны, то добра не жди. Они же сюда к нам не пустили, на нашу землю. Защищая, они не пустили здесь топтать немцам. Вот этого не могут понимать. Что будет со следующим поколением, если мы про войну забудем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин